В Пинске не впервые проводят открытый процесс, в ходе которого выносят постановление о заключении обвиняемого по уголовному делу под стражу. В данном случае его применили в отношении двух несовершеннолетних парней. К месту событий их доставили в наручниках и под конвоем. К собравшимся в зале их сразу не ведут, пока не будут соблюдены все формальности. Мы находимся прямо в колледже строителей перед самым началом процесса, в ожидании. Ребята тоже ждут, когда введут их сверстников в зал, где будет все происходить, чтобы узнать, какова их реакция, каково их поведение, что подтолкнуло на их преступные действия. Догадаться несложно. Это желание, особенно не трудясь, заработать денег. Так и было до пары до времени. Юноши, которых поочередно вводили в зал и сообщали о заключении под стражу, получали прибыль от закладок наркотиков, пока их деятельность не пресекли правоохранители. Парни успели реализовать как минимум несколько десятков наркопорций. А ведь наверняка знали, что идут на серьезные преступления. Не делать подобное их предупреждали сотрудники милиции. Один из ребят воспитывался матерью и отчимом. Семья находилась в признанном социально опасном положении. Также я хочу добавить, что еженедельно посещение по месту жительства проводилось, проводились беседы. Второй мальчик с района приехал к нам на учебу. Семья характеризовалась неплохо. Как видно, в данном случае профилактика не сработала. Когда беседовали мы с ним, лично я, либо сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, в их реакции, либо в поведении не было ничего такого вызывающего, что могло вообще дать предположение о том, что они могут совершить такое преступление. Полноты последствий за совершенное данное деяние, они просто не понимали. Они думали, наверное, что это так, игрушечка. А как оказалось, на самом деле это все очень плачевно и страшно. Совсем обратную эмоцию продемонстрировал один из юношей. Вошел в зал с улыбкой и заявил, что все у него хорошо. Но вряд ли это так. Это вызвано скорее нервозностью и пониманием той меры ответственности, возможной ответственности, которая может наступить за совершенные им противоправные действия. После процесса уводили парней в том же порядке. С конвоем и в наручниках. Так их доставят и в СИЗО, где юноши пробудут до суда. Каков же будет вердикт, поинтересовался кто-то из молодежи, оставшийся в зале. Ответ был исчерпывающим и поучительным. Будет предъявлено объединение по 328-й части 3-й. Там наказание от 8 до 12. У них фактически будет часть 4-я, поскольку это распространение, они делали закладки. Минимум 10 лет решений. В то же время, если будет установлено, а такие обстоятельства в определенной степени имеют место быть, что данные молодые люди совершали данное преступление с использованием и с помощью глобальной компьютерной сети интернет, в том числе в составе организованной преступной группы, посредством размещения различного рода закладок и используя различные мессенджеры, телеграм-каналы и так далее, предусматривает возможность наслечения наказания вплоть до 20 лет лишения свободы со штрафом и без штрафа. Продолжение следует...